Добрый день, с вами компания OEMZAP. Сегодня у нас на ремонте такой автомобиль как Santa Fe DM. 2014 год, на данном автомобиле пробег 55000, родной, здесь один владелец. Я ехал с такой проблемой, что у него застучал двигатель. То есть как это вообще произошло? То есть человек ехал по трассе, пошел на обгон и по резком нажатии на газ у него начался стук. Естественно, съехал на обочину, вызвал руководство оплаты, пригнал его к нам. Кстати, наш клиент посоветовал этому человеку приехать к нам. Тот клиент у нас уже давно обслуживается, и вот он порекомендовал, чтобы он приехал к нам. Сейчас мы уже начали разбирать потихоньку двигатель. То есть мы сняли аккумулятор, воздушный фильтр, соединили проводку. Забыл уточнить, в данном автомобиле установлен двигатель G4KE, объемом 2,4 литра. Здесь стоят балансировочные валы, в отличие от G4KD. И проблема, которая заключается в этих балансировочных валах, что они начинают забирать стулки свои, то есть не достаточной смазки. И тем самым они начинают убивать сам двигатель. То есть коленвал, вкладыши, что произошло и в данном случае. Здесь у нас повернуло вкладыш на каком-то шутоне. Это мы посмотрим, тогда разберем. Будем делать дефектовку. Возможно, не один. Как правило, несколько проворачивает. То есть один, два, бывает три, четыре. Так, все. Сейчас мы будем тогда разбирать, доставать двигатель. Будем доставать вместе с коробкой, опускать вниз. И будем тогда уже разбирать, дефектовать, показывать вам какие-то нюансы. Мы двигатель уже сняли. Вот он с коробкой, со всем навесным. Сейчас будем потихоньку разбирать, пока видимых таких повреждений, потеков или чего-то такого нет. Все как бы хорошо, красиво. Ролики все вращаются, не гудят. Ролики, наверное, будем оставлять. По маслу у владельца уточнили. То есть изначально у официального дилера еще заливался Shell 530. Затем уже масло тоже было 530, но уже неизвестно какого производителя. То есть сам владелец не знает. Вот. 50 тысяч, конечно, мало для такого двигателя. Обычно они там, ну, со 100 тысяч где-то начинают. 100, 150. 50 это, конечно, очень мало. Но у вас, опять же, неизвестно какое масло заливалось. Возможно, проблема в этом. Ну что, сейчас разберем, посмотрим, что же случилось с этим двигателем. И будем предлагать владельцу какие-то, ну, варианты решения проблемы. Чуть-чуть влево. Так, сняли мы ГБЦ. Здесь уже, уже видно, в чем проблема. Вот он наш второй цилиндр. Точнее, коршень второго цилиндра. Вот эти светлые полосы, это уже, то есть в этом месте оно уже соприкасалось с головкой блока. То есть здесь провернут вкладыш. Вот сейчас я буду покажу. Получается сейчас на вот этот. Смотреть на два поршня. То есть это сейчас будет ходить, а этот будет стоять на месте. То есть вот видно, что на третьем цилиндре он сразу. Идет, а здесь идет такая задержка. Вот здесь на втором цилиндре у нас повернут вкладыш на штуне. По ГБЦ немножко побило ее. Но не сказать, чтобы сильно. То есть тут есть вот отметина от поршня. Но в целом клапана не видно, чтоб зацепило. Ну, в любом случае мы их будем рассухаривать, доставать и смотреть, что с вами. Ну, в принципе, ГБЦ мы разберем. Я думаю, там будет все хорошо. Отдадим ее на фрезеровку. Заменим маслосъемные колпачки. Притрем колпана. То есть вот почистим, помоем. Все будет хорошо. По постелям здесь есть небольшие вот потертости, такие царапки. Но, как бы, в принципе, такого прям критичного нет. То есть они, ну, еле-еле ощущаются. В принципе, ничего такого страшного нет. Так, по состоянию цилиндров у нас получается вот как раз во втором цилиндре есть уже небольшие вот задирчики. Ну, они больше похожи на натертости, но вот здесь уже явно чувствуется такая ступенька. Вот. По остальным цилиндрам, в принципе, там все хорошо. В первом тоже есть такие небольшие натертости, но это, как бы, не особо критично. Даже в четвертом. Фон присутствует, но не такой, конечно, хороший, но, в принципе, он нет. Ну, сейчас дальше будем разбирать и уже потом будем принимать отношения. То есть, насчет гильзовки. Насчет гильзовки и все прочего. Вот, вот. Двигатель у нас разрубран. Вот, что у нас в итоге получается. У нас провернуло первый, второй шатун. Вот, второй шатун. Сейчас кручу, чтобы было все видно. Вот его провернуло. А вот его вкладыш. То, что он, тот, что здесь стоял. Получается, здесь вкладыш залез один на другой. То есть, вот так вот это все было. Вот так вот это все стояло. Дальше у нас провернуло первый. Вкладыш первого шатунна. Вот, что видно. Здесь поблизовано. Третий, четвертый не провернуло. Но вкладыш здесь тоже в плачевном состоянии. Вот уже верхний слой протерло. Вот уже бронза виднеется. Видите? Так. Коленвал у нас идет в помойку. Здесь вот первая шейка, первая штуна. Вот вторая вот. На этой шейке у нас был стук. Глубокие повреждения. По поршням. Получается, второй цилиндр у нас вот начало задирать. Но как бы не сильно, но в цилиндрах уже чувствуются задирки. Юбки. Вот. Так, первый. Как бы не так критично, например, как на тех же КДшках. Хотя и пробег тоже 50 тысяч. Это вот третий. Он еще более-менее. Ну и четвертый тоже, как третий. Не сильно пострадал. Кольца у нас компрессионные, подвижные. Масло съемное уже закоксовалось. Все, оно уже не двигается. То есть это все-таки дело в масле, да? Ну, масло, да. Ну и плюс сам конструктив. Они уже маленькие колечки, маленькие каналы. Масло одеваться некуда. Так, по коренным вкладышам у нас, в принципе, нормально. Ну, как, вкладыши сами-то погрызаны, но, по крайней мере, их не попроворачивало. И постель коленвала у нас в хорошем состоянии. То есть она целая. Ничего с ним не случилось. Так, что касаемо цилиндров. Вот здесь у нас уже образовались такие задержки. Ну, здесь уже чувствуется такая ступенька. Хон есть, но уже такой слабый-слабый. Можно сказать, практически цилиндровый. Так же здесь присутствуют масляные фасунки. Охлаждение торшнее. Это уже идет как раз с 2014 года. Они начали ставить почти на все двигатели. Вот у нас масляный насос. Он же модульный такой. То есть он идет с балансировочными валами. Здесь стоит насосная часть. Вот. Вращается он уже туго. То есть вот, закусывает. Его мы будем менять однозначно. Менять мы будем на КД-шный мотор, то есть двухлитрового двигателя. Он уже будет стоять без балансировочных валов. Чисто масляный насос. Так же под него нужно будет поменять цепь. Масляного насоса. От КД-шки поставить. То есть от двухлитрового. И еще шестерню коленчатого вала. Она тоже идет от двухлитрового двигателя. Так, что касаемо распредвалов. Здесь предвалов у нас в принципе более-менее хорошо. Есть там небольшие потертости, царапки, но как бы не особо критично. Здесь тоже на крышках есть потертости, но они не столь глубокие, не столь критичны. Так, головка. Головка у нас тоже в принципе в хорошем состоянии. На таком небольшом желтом налете. Видимо масло не совсем было качественное. Но двигатель в принципе не такой грязный. Просто такой желтый налет. Так, зазоры у нас были хорошие. Постели тоже у нас в принципе в хорошем состоянии. Сейчас что мы делаем? В принципе клиент уже с клиентом все согласовали. Дальнейшие действия. Клиент захотел все-таки поставить новый шортблок. Блок в сборе. Так что будем собирать на новом блоке. Головку мы отмываем, разбираем, меняем колпачки маслосъемные, протираем. Также будет произведена фрезеровка плоскости. У нас есть уже такой армицер. Сейчас мы фрезеруем уже, прессовываем головки. И сейчас уже налаживается производство гильзовки. То есть у нас уже будет полный цикл по установлению двигателей. Так, ну все, это отмываем все детали. Отчищаем от герметика, от налета, нагара. Блок у нас есть. Сейчас мы покажем вам его. И уже завтра, послезавтра уже клиент уедет на исправном автомобиле. Новый блок мы уже распаковали, вот уже лежит у нас на столе. Насос масляный мы уже прекратили. Сейчас осталось поставить еще один башмак. Здесь получается цепь КДшная, то есть от двухлитрового мотора. Насос тоже от двухлитрового мотора. И нужен будет еще башмак от двухлитров. То есть этот башмак и натяжитель остаются старый. Ну либо новый, можно их поставить, но уже от 2,4. Так, далее, что у нас есть еще? Ну, в принципе, вот здесь у нас прокладочки лежат в комплекте. Оригинальные. Вот с таким номером. Также болты ГБЦ. Еще под масляный насос от двухлитров нам понадобится еще дополнительно два болта. Крепление масляного насоса. И болты еще нужно будет докупать сюда один короткий. Вот такой. Так, и по-моему еще вот эти три болта. Потому что, нет, вот эти остаются. То есть сюда нужен еще будет болт. То есть получается четыре болта дополнительно. Потому что старые болты, они под балансированные уголы. И они сюда не подходят. Так, здесь у нас остаются уже пустые резьбы. Но они, как бы, ничего уже, саму плиту не держат. Они пустые. Так, сейчас переставляем теплообменник сюда. У старого блока. Ставим поддон. Сейчас я вам тоже расскажу, что с ним нужно сделать. Какие доработки необходимы. Необходимо провести. Так, вот. Получается у нас верхняя часть блока. Вот у нас все новые коршни стоят. Ровная плоскость. Направляющие нужно будет сюда переставить. Ну, либо новые заказывать, либо переставлять со старого блока. В принципе, мы переставляем со старого блока. И, как бы, проблем с ними нет. Что еще? По цилиндрам. Он есть. Он, конечно, такой себе в корейце. Немножко жалеет. Но, в принципе, достаточно неплохой. Так. Вот наш поддон. Здесь у нас получается как? Это старый поддон. То есть от 2,4. Но в него нужно внедрить вот такой отсекатель масла. То есть вот мы, получается, берем новый поддон от 2-литрового двигателя. И высверливаем точки, на которых он держится. И потом эту пластину уже ставим на поддон от 2,4. От 2,4, то есть от 2-литров, почему нельзя поставить? Потому что здесь стоит датчик уровня масла. И на 2,4 он стоит ниже. То есть здесь он идет вровень с плоскостью поддона. На 2-х литрах он немножко выпирает. И получается, выпирается в нижнюю плиту блока. Поэтому поддон мы оставляем старый. И дорабатываем вот так вот, таким образом. Так, мы его немножко подкрасили. Все, сейчас он подсохнет. И мы будем его устанавливать. ГБЦ у нас уже готово. Мы ее отмыли. То есть здесь провели фрезеровку плоскости под прокладку. Также были заменены маслосъемные колпачки. Прикветы клапана. Почищены, соответственно. Зазоры были вымерены. Все они в допусках. Все стаканчики стоят на своем месте. Ну, в принципе, все. Головка как бы готова к установке уже. Сейчас мы соберем нижнюю часть блока и будем устанавливать ГБЦ. Так, двигатель у нас уже собран. Все, он готов уже к установке. Автомобиль тоже уже вышел на подъемнике. Все, сейчас устанавливаем. Подключаем все. Заливаем жидкости. И момент запуска. В принципе, покажем, как он будет запуском. Так, двигатель у нас уже установлен. В принципе, он уже прогрет. Сейчас мы запустим его. Пробег у нас 53 тысячи на автомобиле. И теперь уже автомобиль с новым шортблоком. Сейчас покажем, как он работает. Так, двигатель все работает. У нас уже он тогрет. Все хорошо. Никаких подчеков у нас нет. Работает ровненько. Все, сейчас. Догреваем и будем отдавать перенки. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...